Добро пожаловать на канал! Сегодня с вами мы поговорим о фильме Планета Страха. Впервые идея зомби-фильма посетила Роберта Родригеса на съемках картины «Факультет». Воодушевившись идеей и вооружившись карандашом, в порыве кровавой музы Роберт накропал около 30 страниц сценария будущего фильма. А потом то ли муза улетела к его корешу Квентину, то ли Родригес увяз в текущих проектах. Но сценарий был отложен на добрую коммунистическую пятилетку, оставив зомби-жанр и его поклонников в полной темноте. И только гениальнейший, мать его, проект Грайндхаус слегка утолил голод миллионов зомби-фанатов по всему земному шару. Не имеет смысла рассказывать моим постоянным зрителям о жанре, который эксплуатировали два кореша в своих фильмах. Но если кратко, то Грайндхаус – это эксплуатационное кино с кучей клише, музыкальным оформлением, сыгранным на одном синтезаторе или стыренным из чужого фильма. Но это если вкратце. Но, друзья мои, перед нами стилизация, и поэтому работа предстояла во много раз тяжелее. Ведь чтобы работать с таким материалом и не ударить лицом в грязь, требуется не только громадный бюджет, грамотные специалисты, но и отличнейшее знание самой темы и жанра. Не будем забывать, что в конечном итоге именно зритель будет являться тем определяющим фактором, который будет в восторге, либо не посоветует никому смотреть это кино. Роберт Родригес со всей свойственной ему педантичностью подошел к созданию этого зомби-фильма. Все то лучшее, что могло относиться к этому горячо любимому жанру, по крупицам собиралось и аккумулировалось в сценарии. А помимо этого, не стоит забывать, что фильм «Как рождественская индейка» оказался нашпигован отсылками как к фильмам самого Родригеса, так и Квентина Тарантино. О таких пасхалок там целая куча. Перечислять их всех нет смысла, так как многие фанаты режиссеров уже их обнаружили. На данный момент можно смело утверждать, что создана целая вселенная, в которой происходят события кинокартин Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Что-то наподобие киновселенной Марвел. Родригес очень хотел, чтобы музыку к его планете страха написал Джон Карпентер. Не сложилось. Роберт решился сам писать музыкальное оформление для этого фильма, хотя он использовал части мелодий и сэмплы из кинокартин «Побег из Нью-Йорка» и «Прокол». Родригес отлично справился с работой, хотя был на грани, так как буквально разрывался между созданием визуальных эффектов и пультом звукорежиссера. Говорили, что на съемочной площадке Роберт включал музыкальные композиции из фильмов «Опять же Джона Карпентера», «Нечто» и «Побег из Нью-Йорка». Дабы актеры и съемочная группа прониклись атмосферой ужаса. Тарантино использовал подобный прием перед съемками своей части «Грайндхауса». Он снял кинотеатр и показал пару своих любимых кинокартин в стиле «Грайндхаус» для всей съемочной группы. Разумеется, фильма «Зомби» просто не может быть без качественного грима, и студия KNB снова разрабатывала дизайн и грим для мертвяков. Помимо практических эффектов, Родригес активно задействует в своей картине цифровые спецэффекты, вплоть до использования специальных плагинов и футажей, имитирующих зернистость и повреждение пленки. Поскольку «Планета страха» выбрала все лучшее от зомби-фильмов, то фанаты, разумеется, проведут параллель между ногой-автоматом героини и бензопилой на руке Эша из известного фильма. Роберт Родригес также объяснил финал картины. Он хотел, чтобы получилось нечто похожее на финал «Армии тьмы» Сэма Рэми, версия, где Брюс Кэмпбелл расправляется с мертвецом в магазине. То есть героиня всегда на готове и готова размажить череп зомби при любых обстоятельствах. Появление в картине Брюса Виллиса в незначительной роли – тонкий намек на старый маркетинговый трюк 70-80-х годов, который часто использовали производители дешевых фильмов. Суть такова – они оплачивают суперзвезду буквально на один день, снимают несколько планов, в том числе и крупных, чтобы зритель был убежден, что это настоящая кинозвезда, а уже оставшиеся съемки с остальными актерами снимали дублера со спины. Изображение суперзвезды затем помещали на самое видное место постера, чтобы увеличить продажи билетов. Исключительность, с которой Роберт подошел к съемкам, порой не только поражает, но и ставит в недоумение. Например, на роль хозяина клуба, где начинается картина, Роберт позвал риэлтора, который, как ему показалось, уверенно раздает команды и поэтому идеально подошел на эту роль. Также Родригес позвал на съемки своего лечащего доктора на роль доктора, который также появляется в фильмах «Мачете» и «Мачете убивает» в роли, вы не поверите, доктора. Как нельзя кстати камео Тома Савини, который гениально балансирует между фильмами, снятыми за копейки, и дорогущими голливудскими работами Родригеса и Тарантино, куда его зовут, чтобы реально доставить фанатам жанра ужасов. Кинолента сполна окупилась лишь со второго захода, когда Квентин и Роберт выпустили свои суперкартины по отдельности. Большая часть зрителей попросту не оценила дань уважения Роберта Родригеса зомби-фильмам и жанру эксплуатационного кино в целом. Картины «Планета страха» и «Доказательство смерти» породили своеобразный поджанр, который вроде как и слегка трэш, но сделан так остроумно и со вкусом, что остается только встать и зааплодировать после титров. Тому подтверждение серия фильмов «Мачете». Я надеюсь, что реинкарнация жанра эксплуатационного кино, начатое тандемом в середине 2000-х, воздаст должное еще не раз и сподвигнет своим примером на съемки новые таланты, которые вернут былую славу эксплуатационному кино и зомби-жанру в целом. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Удачи!